Ну, ребята, в общем, чистота, залог здоровья и средства личной гигиены должны быть у каждого нормального, адекватного, здравого человека. И то, что я вам сейчас покажу, в этом нет ничего дурного. Это в селе, мы смеялись, когда кто-то говорил, что ой, у меня есть для интимных зон. Мы такие в селе довелись друг на друга, для каких интимных зон, что за бред, какие крема, какие там еще что-то такое. Но у меня интимных зон много, у меня много очень интимных зон, поэтому для этих всех зон я сегодня приобрел кое-что. В общем, начнем с того, что самая главная интимная зона, это вот средства для интимной гигиены. Это я себе приобрел, лактокут какой-то, средство, которое доверяют мире миллионы женщин. Я так понял, все для женщин во время... А что ты окупыв? Миллионы... А почему, что-то женское, что ли? Деликатное средство для интимной гигиены и для ежедневного использования. Поддерживать естественный баланс интимной зоны. Это что надо? Обогащен молочной сывороткой для нормальной кожи во время менструации. С дозатором. Вот оно. Ну, не знаю, я думаю, что это можно и туда, и мужчинам, и женщинам. Вот, ну, это мне когда-то одноклассница одна рассказывала, она сказала, ой, у меня там есть крем, каже, для интимной зоны. У меня, каже, муж потом тоже бери и кремом цим мажется. Думаю, ого. Ну, я не пойму, что это для интимной гигиены, короче. Ну, такое мыльцо, попшиков туда. Потому что я обычно знаю, это как и все, в основном люди. Я не думаю, что кто-то из вас пользуется засобом для интимной гигиены. Я считаю, что это, ну, как-то это должно или прививаться с детства, или это должно быть в голове. Потому что у меня ни того, ни другого. Ну, сейчас вот жизнь заставила подумать о такой уж прям. Ну, я мылся, конечно, естественно, ну, каким-то шампунем там. Эдден Шолберсом, те места все. Или там, понтин прави. Или какие-то там, ну, не вея. То есть, какой шампунь, какой гель у меня есть. Даф. Или там другое. Я всем этим мыл. Все подряд. Все органы. Поэтому я не знал, что надо отдельно для интимной зоны. Как бы я знал, но я считал, что это бред. Вот. Ну, может быть, это не бред. Поэтому я по рекомендации врачей теперь буду ухаживать за тем местом отдельным средством. Следующее. Я купил жидкое мыло Сейфгард. Ну, я, кстати, слышал о Сейфгард то. Только не подумайте, что это реклама. Но я слышал о Сейфгард то, что этот Сейфгард съедает те микробы, которые должны быть хорошие на руках. Вместе с плохими он съедает хорошее. И это очень опасно. Это я слышал еще когда в Уфе жил. Поэтому, кто знает, напишите про это. Ну, такое жидкое мыло. Ну, конечно, везде вот этот Содиум, Лаурилсульфат. И даже вот в этом интимном мыле. Понимаете, в интимной ополаскивателе для интимной зоны. Ну, рот ним нельзя мыть. Хотя, может, интимная зона, но нельзя. И рука тоже. Вот. Ну, я вам скажу, что в составе есть Лаурилсульфат натрия. Это не есть хорошо. Это очень химическое такое средство. Девана. Вода. Магнию, Лаурилсульфат. Кокамидопропилботегин. Господи. Денатурат лауреат. Натрию, Лаурилсульфат. Это очень вредные такие. Бензонат. Пропильный англиколь. Молочная кислота. Молочный претен. Мурашинная кислота. Ну, короче. Вся таблица Менделеева. Я не очень сторонник, конечно, вот этих средств. Лучше какое-то, знаете, детское мыло. Или детский шампунь какой-то натуральный. Или там, я не знаю, яйцо разболтать. Надо помазать. И что уже делать? Так. Сейфгард есть. Жидкое мыло. И сенсация. Я все-таки решил, что надо чистить зубы в сложившейся ситуации. Потому что дебактерии через рот ходят. Через все остальные места. Поэтому желательно рот чистить. Вот. Хоть мне и не очень нравится чистить зубы. Я не очень это люблю. Я не могу к этому привыкнуть. Меня это бесит. Ну, вот я купил такую Сенс Один. Зубную пасту. И к ней такую зубную щетку колгитовскую. Вот. Желто-черную такую. Вот. И такую зубную пасту хочу попробовать. Что оно? Захист від проявки кислотной эрозії. Ну. Посмотрим. Надо ухаживать. Потому что если це все запустишь. Потом уже. Знаете. Тут одна инфекция. Там другая. В жопе третья. В глазах четвертая. И не будешь знать, как это лечить. В конце концов сдохнешь. А далее там все тебя. Вот. Мы сейчас едем в больницу. Коля пришел. Я попросил шофеянисты приготовить. Потому что я не могу. Я еще ничего не ел. А мне капельницу надо ставить на полный желудок. Ну не на полный. Просто не на пустой желудок. И сегодня ничего не ел. Я побежал в театр. В больницу. Там около часа. Потом собирался сюда ехать. Мне должны были посылку. Тут мне звонок из театра. Ты думаешь на репетицию? Боже. У меня репетиция началась. Там слава богу не с меня начинается. Есть время. Что я могу не прийти. Я бегом туда. Репетиция до двух. Там скакал туда-туда. Потом пришел тут посылка еще. И тут окна сделали. Видео смонтировать. И сейчас уже 5 часов. Уже 6 часов не надо лежать. На капельнице. Я можно сказать. Первый пациент новой клиники. Ну это тоже не реклама, ребята. Это серьезная штука. Сейчас я хочу вам показать. Вот эту вот штучку. Смотрите как мы сделали подоконники. Какой он классный. Он прям дебелый. Не то ось. Пластмасска что у меня была. Понимаете? Вот такая смазка задрыпана. И вот только в нескольких местах тут пена так. Вот. А тут хорошо перегородки поставили. Их было всего 3. Сейчас я вам покажу. И вот так вот говорят. Одна перегородка. Вторая. И там третья. Они поставили вот так вот. Чаще. Такие. Ну как опорки. На которой стоит подоконник. Это должно быть. Вот это как бы гнет пресса. Вот. Вот такой подмрамор. Он очень прочный. На него если допустим ты зажег сигарету и потушил ее. Сейчас я вам сделаю фокус. Фокус. И ты ее потушил. То не остается никакого следа, ребята. Вот сейчас я беру спичку. Вот. Ничего не остается. Вот пожалуйста. Я вытер. Ничего не мог. Все. А если взять тот подоконник. Точно ничего не надо. Точно. А если взять этот подоконник. Я вам сейчас покажу. Тоже самое на этом подоконнике. Если ты допустим берешь спичку. И вставляешь ее туда. Вот что получается. Видите? Все. Ханбец. Видите разница какая? Видите какая разница? Все. Ты уже не чухаешь, ребята. Упала у тебя сигарета. Можешь выкидывать подоконник. Вот сейчас я вам еще раз продемонстрирую. Чтобы вы не думали, что это шутка. Вот. О. Потухла сразу. Сейчас я вам сделаю. Чтобы поярче это горело. Чтобы вы не думали, что я что-то тут. Погореть. Ну вот, тем не менее. Вы видели. Все. Ничего нету. Абсолютно. Абсолютно ничего нету. Вот я вам спичку сюда потушил. Ничего не осталось. Вот. Все. А тут он только дотронулся. Он уже. Вот осталось. Тоже. И оно прям расплавило его. Знаете, это лицевая сторона подоконника. И вот лицевая сторона подоконника. Хорош. Вот это получилось все вместе. Вот эта работа 1100. Вот. Я потом планирую, что все-таки я вот этот подоконник. Потому что он засрался, конечно, после ремонта. Вот этот мне сломали. Ребята поставили на место. Но я хочу вот это все поменять. Вот этот цельный большой подоконник. На такой вот красивый, глянцевый. Он очень устойчивый. Понимаете? А гнет этот должен стоять. Я же его не снял или снял? Ничего не помню. Снял я шут или не снял? А, где-то снял. В ведро цены снимал. Оно стояло где-то. Ох, а стоит тут. Такие дела. Ну, рыбка жива. Томас. У тебя не два дурочка, не думаю. Рыбка стоит. Сейчас я выключу свет. Что, балкон надо разобрать? Куча, видите? Всякого хламидника. Все это разобрать надо. Он не стоит, он не стоит, придурок. Томас. Ай, где мой зайчик? Стоишь, дивишься. Там Коля кушатки готовит, да? Так, и вот эти вот рыбки. Смотрите, все нормально. Живы, здоровы. Не больны, не умирают. Ничего с ними не произошло. Слава Богу. Все-таки выжила рыбка. Вот она. Видите, живота уже нет. Она все. Она порожня плавая. Порожня, то есть пустая. Вот такими средствами я буду пользоваться. Я думаю, что это правильно. Для рук. Хаймена съедая и хорошая, и поганая все бактерии. Не хочу неяки. И вот этим всем буду теперь пользоваться. Вчера в 5 утра уснул, чтобы я понимаю. В 5 утра. Мыл ванну, не спалось. Много мыслей всяких. Вот эти ванны, все это. И сюда. Это у меня будет все для мытья моих всех причинтал. Коля, что ты готовишь? Рейс. О, Боже, что ты делаешь? В сковородке? Ну да, в чём-то. Спасибо тебе, Коля, за помощь. Вот эти красивые, да? Ты знаешь такие духини? Ну вот эти очень хорошие. Вот эти, да? Вот это они шли в комплекте. Вот так вот это три. У меня такие когда-то ввели. Вот такие очень хорошие. И вот эти вот. Я не знаю, а вот эти, да? Красивые, да? Да, хорошие. Французские. Это писала зрительница. Миллион, миллион. Да, 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 миллион, да. А пиццерия, я не знаю. Так я прислал. А коробка куда делась? От кого? От духов. Куда ты коробку делаешь? В коридоре там поставил. Так я же с собой забрать хочу. Какую коробку? Потому что ты показывал. Да. А я уже с собой забрал. Ты что, челкнулся? Да. А где ты едешь? На червяки. На какие червяки? Ты все коробки на червяки забираешь с собой. Ну, я хотел туда сложить кое-что, может. Это здрасте, срака, Новый год. Показал на свою голову и ну, Волог, додумал. Это ты соби забираешь мои строительные причандалы? Это я Коля отдал. Это мне, кстати, зрительница высылала. Из Америки когда-то. Она высылала вот это. Кто помнит эту посылку? Я не помню, как звали уже. Там были и кисточки вот эти для ремонта. Видите, все у нас сохранилось. И она на меня обиделась. Перестала писать. Не знаю, она смотрит, не смотрит. Перестала писать по той причине, что я, допустим, где-то упал самолет в России какой-то. Это года три назад было или сколько. Что-то. А я, допустим, выпустил видео, которое снял только вечером. И выпустил его на следующий день. Был в театре. Вообще, как бы, ну, поставил видео, а потом просто открыл его. Она говорит, вот, ты ничего не сказал о самолете, что упал самолет, ты не пострадал с нами. Я говорю, да, я вообще не знал. И только домой пришел, только потом узнал. У меня причем тут то, что видео вышло. Ну, короче, на пустом месте. Разочаровалась и перестала общаться. Ну, спасибо вам все равно за посылку. Ну, так и бывает, что даже на пустом месте, когда я видится, не хотят уже общаться. Ну, вот ваши стройматериалы пойдут к Оле. Это мне щипцы, кстати, Саша Шатик высылал. Вот, вот такие клещи. Я ними перекусывал котов. Когда запаивали, я бегал, ругался, так клещами стоял. Говорю, я тебе яйца вот так, глотку, говорю. Перегрызу за коту. Вот так стоял, там, орал, махал, как сумасшедший, вот так в подъезде. Думал, что заколю. А рулетку куда ты тянешь? Что же забирай? Не, рулетками не надо, Коля. Не проводи, я тебе потом отдам. Мне шмирить надо. Что ты будешь шмирить? А куда ты цебрешь? Бля, вентилятор. Коля. Вентилятор, шурупы. Это ты сказал, что можно забирать все. Отвертка моя восьмерка. Я ей ищу. Я тебе сказал забирать вот эти малярку, все вот эти, эти, я тебе сказал забрать шнуры, вот для раковин. Это что-то, ну это валик, да, вот это я ему отдал. Вот эти вот краники, что я раньше не отдал. У меня было, мне не собеставило, у меня куча-куча вот этих переходников. Это у меня после ремонта, еще как только я купил квартиру, вот это поставалось. Тут и краники, и переходники. А ему уже все это поставили. Куча, видите, таких вот. Это каждая штука 50-60 гривен. Это каждая херня. Поворотники, депилятор, у меня есть зажимы докафеля, так вот, такие штучки. Ну, я не помню, как они называются, так отключаются. Типа домкраты, че-домкраты. Ну, мне все равно это не надо. Забирай, забирай корни, не надо. Просто, что мне шурупчик надо, какой-то шурупчик. Зачем ты туда лезешь? Ты зачем туда лезешь? А? Орка. Ты зачем туда лезешь? Чему набраться? Иди отсюда. Иди, чтобы я тебя не бачу. Бесовестно. Я хочу сюда вот эту вот картину. Мне надо какая-то бабочка, которая расширяет изнутри. Ты ее засовываешь, она с той стороны вот так раз открывается. И ты смело, оно будет держать. То есть, обычный шуруп вырвет гипсокартон. А та бабочка, она не вырвет. Она повесится. Я сюда буду вешать исткию картину. То есть, я решил уже, что я буду развешивать картину. Я не хочу. Все. Тут я решил, что будет на этой стене вот это вот. Вот все-таки думаю, чи на эту стену, чи на вот ту стену повесить картину с итальянскими улочками. Я думаю, что возможно, или на ту, или на ту. Потому что у меня еще есть картины, которые надо, которые может вот это место занять. У меня еще есть. Может, я ту женщину русскую повешу. Вот. Цветами решил на кухне. Если у меня там все спрашивают, сколько цветы. Ну, цветы 200 долларов стоят картина. Это по минимуму. Да, зайчик? А может, еще и того мальчика заберу с подъезда. Это тоже холст и масло. Вот так. Чисто здрасте. Может, сюда его вообще повешу. Того мальчика. Для подъезда у меня есть. Я, наверное, опоздаю уже в больницу. А сколько уже? Да уже пять. Уже больше. Да? Да. О, так. А, пять ими минуты. Шопинка крови. Шопинка крови. То есть. Ночи. Так. Продолжение следует...